Всем привет! Перед просмотром подпишитесь на наш канал, чтобы не пропускать самое интересное. 29 сентября безвременно ушел из жизни заслуженный артист Ра, певец и композитор Айка Капян. Друзья, коллеги и поклонники музыканта на своих страницах в соцсетях продолжают оставлять трогательные посты, а также делятся воспоминаниями о нем. Журналист Гурген Аликян на своей странице в социальной сети Facebook рассказал, как однажды встретились маэстро Тигран Мансурян и певец, композитор Айка. Встреча двух маэстро. Айка был взволнован, немного напряжен и бесконечно воодушевлен. Мы сели за рабочий компьютер, и он стал знакомить маэстро Мансуряна с музыкой, написанной им к фильму. Маэстро очень внимательно послушал и сказал, ты минималист, подчеркнутый минималист. Айка, верный и типичный для него скромности, промолчал, но выражение и яркий блеск глаз говорили сами за себя. Айка был счастлив, очень счастлив, написал Аликян и опубликовал видео. Актер Московского театра на Юго-Западе, сыгравший в сериале «Земский доктор» Валерий Долженков, умер в среду, 13 октября, сообщается на сайте театра. Артист скончался в возрасте 74 лет. Прощание с ним пройдет 15 октября, в 12.00 в больнице номер 70. Причина смерти неизвестна. Валерий Долженков окончил ГИТИС, в 1972 году, работал в Центральном детском театре, затем в Московском экспериментальном театре под руководством Геннадия Юденича. С 1994 года работал в театре-студии на Юго-Западе. Получил звание Народного артиста России в 2008 году. За годы его театральной работы его репертуар насчитывал свыше 20 ролей. Кроме того, актер снялся в 70 картинах, среди которых «Земский доктор», «Вечный зов», «Михайло Ломоносов», «На углу у патриарших» и другие. Актер и рэпер Рикарло Флениган умер из-за осложнений, вызванных заражением коронавирусом. Об этом сообщает в Райте со ссылкой на представителей артиста. За неделю до смерти актер заявил в что заразился коронавирусом, подчеркнув, что никому бы не пожелал такого. Артисту было 40 лет. Флениган снялся в восьмом сезоне американского сериала «Бестыжие», а также в диснеевском шоу «Приколисты» и сериале «Альманахи. Комната 104». В его дискографии три студийных рэп-альбома, последняя пластинка вышла в 2020. Незадолго до смерти он анонсировал выход четвертой пластинки. Вечером 11 октября в своем доме в Риме скончался Элия Пандольфи, итальянский писатель, драматург, радио и телеведущий, актер кино, ТВ и озвучки, певец, танцор, мим, пародист и т.д. О кончине Элия сообщает Энса со ссылкой на подтверждение от семьи артиста. Пандольфи родился в Риме в 1926 году. Закончил Национальную академию драматического искусства. Сценически дебютировал в 1948 в опере Венеции как артист мимического ансамбля. На экранах с 50-х. Другие времена, прости меня Мария Коста, Тато, оставляешь или удваиваешь, сын красного пирата, великолепный авантюрист с Клаудией Мари, я, я, я и другие с Лалабриджидой, на несколько долларов меньше Матоли и другие. Машина, в которой ехала телеведущая Ксения Собчак, по пути из Адлера в аэропорт, врезалась, двигаясь по встречной полосе, в другой автомобиль. Собчак не пострадала, но погибли два человека из другой машины. Вежий журналистку-водитель признался, что очень торопился. После ДТП Собчак с сопровождающими уехала на такси. Телеведущая Ксения Собчак попала в автоаварию, в результате которой погиб человек. Об этом сообщил Telegram канал 112, со ссылкой на собственные источники. Позже информация подтвердилась. ДТП случилось, вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной в Краснодарском крае. Водитель Mercedes S500, в котором находилась телеведущая, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volkswagen. Вторую иномарку от удара отбросила на микроавтобус. В результате аварии погибла 35-летняя пассажирка Volkswagen. Находившаяся в машине 28-летний водитель и 29-летняя женщина получили травмы. По информации источника Интерфакса, жертвами аварии стали два человека. Еще один пассажир Volkswagen скончался уже в больнице. В микроавтобусе ехали 10 человек, никто из них не пострадал. По данным 112, вместе с Собчак в салоне Mercedes находились, и еще два человека, они также не пострадали. После ДТП все они уехали на такси в аэропорт. В главке МВД по Краснодарскому краю подтвердили, что вечером в субботу, на 38-м километре дороги Адлер, Красная Поляна, произошла авария с Mercedes и Volkswagen Polo, в результате которой погибла женщина, однако ничего не сказали по поводу того, была ли в одной из машин Собчак. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Позже информацию о том, что именно телеведущая находилась в машине, подтвердили источники Интерфакса. Как сообщил РЕН-ТВ, водитель Mercedes подтвердил, что в салоне находилась Собчак. Ее менеджер Кирилл Суханов не стал комментировать сообщения о ДТП. В социальных сетях телеведущей нет никакой информации о случившемся. По данным телеканала, автомобили столкнулись лоб в лоб. По сведениям Телеграм-канала Майор и Генерал, журналистка была с помощниками и охраной. Все они после столкновения пересели в другой автомобиль и уехали. Московский комсомолец со ссылкой на соцсети написал, что Собчак 9 октября была в Сочи, где работала с актером Игорем Верником. СМИ и Телеграм-каналы отмечают, что виновником аварии, вероятнее всего, был водитель арендного Mercedes, на котором ехала Собчак. Известно, что погибшая женщина приехала в Краснодарский край на отдых из Подмосковья с подругой. Российский конькобежец Руслан Захаров умер в возрасте 23 лет. Об этом сообщается в Инстаграм Союза конькобежцев России, СКР. В организации сообщили, что Захаров скончался в результате трагического инцидента. Другие подробности не разглашаются. СКР выразил соболезнования близким спортсмена. Захаров – призер юниорского чемпионата мира, победитель юниорского кубка мира по конькобежному спорту, многократный победитель первенства России. 25 июля сообщалось о смерти 14-летнего испанского мотогонщика. Спортсмен погиб во время соревнований на этапе European Talent Club.